Больше за 130 удельников собрала в Гомель международная науково-практичная конференция инновационной технологии в агропромысловом комплексе сегодня и завтра. Мероприемство проходит на базе открытого акционерного товариства Гомсельмаш в другой раз. Науково-вытворчивый форум все лето собрал удельников из России, Украины, Грузии, Польши, Италии и Чехии. Довыденная конференция имеет несколько тематичных направлений в опыт проектования и доследования у сельско-господарших машин, новые материалы и технологии в творчестве агротехники, методы повышения ее конкурентоздольности. Науково-конференция впервые прошла на промышленном предприятии Республики Беларусь. Это очень значимо. И вот вторая конференция, оно подтверждение тому, что это было правильно сделано направление, потому что в рамках конференции мы рассматриваем вообще инновационное развитие, дальнейшее развитие машиностроения в целом, не только сельское хозяйство. Новые направления действий, которые были в прошлом году, которые в этом году будут озвучены в докладах, они сегодня уже реально реализуются или будут реализованы в дальнейшем на наших машинах. Любая научная работа, если она не пошла в производство, не начала приносить реально работать в бизнесе, но она, увы, остается научной идеей. Гумсельмаш – это, наверное, самый яркий пример того, как линейка начинали… Ну, вспомним историю, что такое Гумсельмаш. Это были только кормоуборочные машины, а сегодня это и зерноуборочные машины. Если посмотреть на ту линейку машин, которая она имеется, то есть мы составляем реальную конкуренцию абсолютно любому мировому производителю в своем классе техники, как по зерну, так и по корму. Удельники конференции особенно меркуют махшимость кооперационного супрациониста белорусских предприемств с усветными компаниями у Галинея Серега с машинобудованием.